После того, как Елена стала директором на предприятие, то, о чем она сказала, получила полностью уничтоженное фактическое предприятие, были поданы соответствующие заявления на незаконные действия предыдущего руководства, открыты уголовные производства, три уголовных производства по хищению документов и печати предприятия, по неисполнению решения суда, по растрате денежных средств. Но интересно, я не буду сейчас останавливаться на том, что следственные действия по указанным уголовным производствам не проводились, хочу отметить следующее. 4 ноября 2015 года по непонятным причинам прокуратуры Харьковской области и одного из районов города Харькова во всех трех уголовных производствах была изменена подследственность, и уголовные производства были направлены в Харьковское городское управление милиции. Уже на следующий день, 5 ноября, все три уголовных производства были прекращены, а еще через два дня, 7 ноября, городское управление милиции в связи с реформой было ликвидировано. Прокуратура, направляя дела в городское управление, ну не могла она не знать о том, что будет ликвидация предприятий. Поэтому ни с процессуальной точки зрения, ни с логической не было никакой необходимости направления туда дел. А вот если рассматривать эту ситуацию с точки зрения договоренностей, то, конечно, такой смысл есть. Дела направили, прекратили, сдали в архив, а орган ликвидировали. Параллельно с указанными событиями оппонентами были поданы уже заявления в отношении и Александра Твоевича, и Елены. И следователям Дудникли, или Коминтерновского райотдела милиции, было открыто уголовное производство по факту покушения на завладение уже непосредственно Александру Твоевичем, якобы предприятием. Я не буду, опять же, говорить о том, что грубо была нарушена подследственность, поскольку, согласно действующего законодательства, должны рассматривать тот орган, на территории которого совершено преступление. А территориально предприятие находится в Киевском районе, и, соответственно, должно проходить следствие, должно проводиться в Киевском райотделе. Интересно вызывает другой момент. Потерпевшим по данному делу было признано следователем предприятия Агросвит, зато представителем этого предприятия был признан Полумыстный Сергей. Более того, с целью полностью блокировать работу предприятия и парализовать его, следователям на имущество, все имущество потерпевшего, был наложен арест. Единственный собственник данного предприятия, то, о чем говорил Александр, это кипская компания, которая владеет на 100% правами. К участию в деле следователям Дудник не допускается, все его ходатайства отклоняются. Более того, абсурдность ситуации на самом деле заключается в том, что никто правами предприятия не завладевал и не пытался завладеть. А управленческие решения Александровича на изменение директора никоим образом никак не влияют на права предприятия.